Приветствую вас! И начнем мы с того, что дадим описание, пояснение того, что с вами происходит по пунктам, начиная с первого определения. Определение первое, которое вы даете, это стресс. Стресс означает, само определение стрессового состояния, что-то непредвиденное, что-то неожиданное, то, о чем мы и подумать смогли, это случилось. То есть, стресс сам по себе, это состояние адаптации. Адаптация к новым условиям. И если для вас стало неожиданностью, что жена сказала вам о своей нелюбви, то это, естественно, очень сильно вас шокировало, то есть, вы не ожидали. То, что вам казалось незыблемым, то, что вам казалось постоянным, оказалось совершенно не таким, под угрозой, под сомнениями и прочим. Стресс является, фактически, ярким эмоциональным состоянием, является аффектом, то есть, состоянием, когда человек слабо дает себе отсчет в том, что он делает, и, в общем-то, стресс нужно просто пережить. Если стресс длится долго, то тогда он, по сути дела, правильно называет тревогой. И у тревоги есть следующее пояснение. Тревожность – это бег от нового опыта. Бег от новых ситуаций, по сути, бег от изменений в вашей жизни, которые произошли и которые вы не хотите признавать. Вы не хотите признать, что какая-то ситуация изменилась, тем самым получить опыт и измениться самостоятельно. То есть, получается следующее. Тот факт, что жена сказала вам, что не любит вас, говорит о наличии некоторых негативных моментов в вашем поведении, в ваших отношениях. То есть, необязательно, чтобы вы что-то сделали не так. В отношениях всегда работают двое человек, и если что-то просто произошло, то отчет и ответственность лежит на боках. Но негативные элементы в отношениях есть, и поскольку вы свою жену любите, а она вас, как сказала, нет, то удар приходится по вам. То есть, получается, что вы сделали что-то такое, в следствии чего жена перестала вас любить. И это может быть как активность неприятная ей, так и пассивная. Тоже неприятная ее. То есть, действие или бездействие. И вы испытываете тревогу потому, что стремитесь вернуть ситуацию в прежнее русло. Вы стремитесь оставить все как есть, надеетесь, что все образуется само собой. А этого не произойдет, потому что сейчас вам нужно свое поведение подстраивать. Сейчас вам нужно понимать, пока еще не поздно, что вы делали не так, исправлять это, осознавать свои ошибки, делать выводы и корректировать поведение. По сути, только таким способом вы избавитесь от тревоги. То, что вы пишете дальше по поводу того, как перебороть боль и успокоиться, нужно сказать следующее. Если вы свою супругу любите и желаете ей счастья, то логично предположить, что ее слова о том, что она вас больше не любит, не являются проявлением счастливого состояния. Это является скорее проявлением состояния негативного. Соответственно, вам нужно понять, что для вашей супруги, как для любимого человека, не хватает для счастья и дать ей это. Что опять-таки вытекает из необходимости получения опыта и необходимости организации выводов из того, что было с вами до данного факта. Если выяснится в процессе, что ваша супруга счастлива без вас, то нужно понять, что при наличии у вас любви к ней, вы хотели бы, чтобы она была счастлива. И если она будет счастлива без вас, то вы будете счастлив тоже. Просто потому, что любимый человек счастлив. Если такого не происходит, то тогда ваша супруга нужна вам самому для чего-то. Какие-то свои потребности вы удовлетворяете. И мы сейчас не говорим о потребностях физиологических. Мы сейчас не говорим об потребностях, которые лечат на поверхности. Мы говорим об потребностях личностного плана. Это может быть страх одиночества. Это может быть желание иметь определенное социальное положение в обществе. Может быть желание чувствовать себя мужчиной, иметь полноценную семью и так далее. Вот об этих желаниях идет речь. И если вы не готовы принять выбор своей жены, если вы чувствуете боль, то боль означает, собственно говоря, прекращение удовлетворения ваших желаний. Нужно понять, что это за желание, чтобы иметь возможность удовлетворить их не через свою женщину, а напрямую, дабы в отношениях выступать как независимый партнер. И тогда это избавит вас от негативных ощущений, которые вы сейчас на себе испытываете. Негативных чувств, точнее правильно сказать, которые вы сейчас переживаете. И это позволит вам взглянуть на ситуацию более объективно, более адекватно, когда все лишнее отслоится и понять. А, собственно говоря, вы свою жену любите искренне. Если дать, то желаете ей счастье. Что ей нужно для счастья, нужно понять и стараться дать ей это. А если вы этого дать ей не сможете, то нужно не мешать ей быть счастливой. И быть счастливой самому, потому что счастлива она и жить дальше. А если этого не получается, значит что-то через нее вы получаете для себя. И вот это нужно осознать и получать самостоятельно. Не через посредника. Так что на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Мы благодарим.